Комья, мокрые грязи, потаявший снег и огромные лужи. Зимние заезды в гонках на выживание традиционно считаются очень сложными. Но в таких условиях пилотам болидов только азартнее. За адреналином приехали 14 спортсменов из разных уголков Подмосковья, а также столицы. Правила просты. Несколько предварительных заездов, утешительный и апогей, финал. Проявить себя гонщику надо не только в скорости, но и в умелых маневрах и смекалке. А учитывая полную погодных сюрпризов трассу, многое решает удача. Абсолютно непредсказуемо. Начнем с того, что машины могут наесться водички и просто сломаться у лидеров, в том числе и у аутсайдеров. Поэтому это не та гонка, где есть трасса и пилоты, и траектория. Это та гонка, где есть море грязи, море машин. И кому повезет вырваться вперед, наверное, тот и будет хорошо ехать. Болидом под номером 63 управляет гонщик из Москвы, каскадер Андрей Березкин, который не пропускает ни одного заезда в горках. И сегодня, по его словам, трасса одна из самых тяжелых, когда все может поменяться в одну секунду. Забегая вперед, скажу, что пилот Березкин придет третьим, хотя на протяжении всей гонки его позиции менялись. И не раз. Конечно, комфортнее ездить по спокойной трассе, но когда нет вариантов, здесь тоже свой интерес, свое удовольствие. Она же как и тренировка, ты вкатываешься, больше чувствуешь автомобиль по разным трассам. В этом и есть слава гонок на уживание, потому что все время разная погода трассы, все время по разному. Открутить головой 360, чтобы видеть, чтобы тебя не ударили, не задвинули. В этом, как бы, удовольствие гонок на уживание. Уже после первого круга помощь понадобилось сразу четырем авто. К счастью, повреждения оказались не очень серьезными, их быстро исправили. И на второй заезд болиды вышли в полном составе. Наш муниципалитет представляли сразу несколько гонщиков. Заместитель начальника территориального отдела Горки Ленинский Сергей Губанцев долгое время был в числе организаторов соревнований. И вот сегодня он уже за рулем. Дебютантов везет? Ну, не знаю, главное, да, доехать. Сегодня главная задача – доехать, чтобы не выбили. Чтобы пройти все, да, попасть в утешительный, обязательно проехать. Но повезет попасть в финал, не более. Готовы и желание продолжать? Конечно, есть. Спортивный дух, все замечательно. Надеюсь, что наши гонки будут дальше развиваться. Опытнейший пилот, видновчанин Константин Колобков вообще сравнил гонку с заплывами. Из-за снежно-грязевой каши на трассе нет обзора, значит, нет и нужной траектории движения. Но эмоции незабываемые. Кстати, в группе поддержки нашего спортсмена – известный актер Марат Башаров. Я бы это назвал заплывами. Это не езда, это заплывы. Началось как-то не очень, дачно выровнялось. Ну, это нормально, потому что не видно. Не помогает. Вот эти все специальные у нас есть атрибутика такая, что кассеты там передергивать от грязи. Ничего не помогает. Сейчас в последний заезд ехал без очков. То есть это минус по глазам бьет, но я вижу, куда я еду. Нет, спасибо большое. Знаете, как говорится, лучше вы к нам. Я болею так, что даже не болею за нашу олимпийскую команду, как болею за людей, которых только сейчас обнимаешь, имеешь возможность их потрогать, пощупать, а через буквально пять минут эти ребята творят чудеса. Ты думаешь, что это невозможно, поэтому это боги, это великие люди. Яркие эмоции на гонках захватили всех, и самих пилотов, и зрителей. Вот и четырехлетний Лука Радченко рассказал нам о своей мечте. Конечно же, связанной с автомобилями. Буду ходить в гостях, как твоя папа. А гонщиком хочешь стать? Да! Обладателем золота стал Антон Рыжиков из Новомосковска. Призы за второе и третье места достали спортсменам Даниилу Соколову и Андрею Березкину. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.